Добрый день, меня зовут Сергей. Данный ролик посвящен последовательности покраски катера, разбору, в каком порядке это надо делать, на примере катера Regal 2550, который в данный момент находится в работе. Данный катер, вообще, в принципе, будет еще долго в работе, то есть у него много проспект, большие работы, по нему снимаются отдельные ролики. Данный ролик покажет, в принципе, как проходят работы на настоящий момент, ну и я расскажу о том, как проводить подготовку к покраске необрастающей краски и, соответственно, проводить покраску необрастающей краской, особенно больших корпусов катеров. То есть, если катер маленький, то там все достаточно делается просто, то есть мочение и все остальные вопросы возникают достаточно делать легко, то есть катер вывесили, он легкий, не массивный, его не надо переставлять в основной массе, и делается все это достаточно легко и хорошо. В данном случае катер тяжелый, большой и поэтому работа с ним достаточно сложная. То есть сложная работа заключается в следующем, что достаточно проблематично его постоянно поднимать, переставлять и поэтому надо как бы для себя делить работу на определенные зоны. Но давайте я сейчас расскажу о том, какие последовательности работ необходимо выполнить для подготовки катера к покраске, не обрастающей краской. Первое. Корпус, соответственно, должен быть зачищен, отреставрирован, отреставрирован топкоутом, ничем иным. То есть этот, как его называется, должны быть убраны все сколы, царапины и, допустим, потертости, которые возникают на катере в процессе его эксплуатации. Должен быть обязательно отреставрирован киль, если это необходимо, убраны также все царапины и какие-то вот такие вот вещи. То есть после того, как катер отреставрирован топкоутом, он зачищается, обезжиривается, зачищается, зачистка ведется финишная при подготовке к покраске максимально 220-м абразивом. Мы делаем иногда и 120-м, и 220-м, то есть зависит от того, какие работы ведутся. После проведения этих работ катер соответствующим образом отмывается от пыли, грязи, того, что, в принципе, осталось после того, как вы провели вот эти вот шлифовальные работы, зачистные. Вот анализируется корпус, если все хорошо, то в этом случае производится обезжиривание корпуса и после этого производится, соответственно, уже нанесение грунта. Но вот сейчас вы здесь видите, вот это вот серое, это грудь Примакорм, синее, это уже началась покраска необрастающей краски. Но сейчас я вернусь, расскажу о последовательности. Давайте пока я просто покажу, вот катер, как он после покраски, после, допустим, этого, как его называется. Вот здесь можно посмотреть, как катер выглядит, соответственно, как после покраски грунтом, так и вот уже начался процесс необрат покраски необрастающей краски. Сейчас буквально легкий обзор по кругу, чтобы можно было все посмотреть. Вот на данном катере все реставрационные работы были проведены. Лишние элементы, как я уже раньше говорил, то есть лишние отверстия все то же самое убираются, то есть все вот ненужные дырки. Наиболее большие отверстия, которые, допустим, нужно реставрировать, реставрируются. Ну вот сейчас вам показывают обзор просто катером. То есть частично, как я уже говорю, ну как видно здесь он уже покрашен, вот это уже необрастающая краска, здесь ее два слоя на корпусе. Пойдемте назад на ту же позицию, где я был. И продолжим, потому что здесь более-менее нормальное освещение и, в принципе, можно рассказывать о его ходе работы. То есть после того, как вы отреставрировали корпус, вы производите, соответственно, грунтование. Грунтование проводится минимальное количество, это два слоя. Но на самом деле мы производим покраску валиками, то есть поэтому слоев наносится больше. То есть реально фактически наносим три слоя грунта на поверхность катера. Необрастающая краска после этого красится также в три слоя. После того, как вы нанесли грунт, вот серый грунт, это грунт примакорно, виниловый грунт, он подходит под твердые необрастающие краски Трилюкс 33. То есть краска Трилюкс 33, мы ее используем, это краска твердая необрастающая, самополирующаяся краска. То есть вот это вот легкое шагрень, она заполируется в процессе эксплуатации лодки. То есть когда лодка будет идти по воде, соответственно, то есть она будет полироваться в воду. То есть никакой дополнительной полировки ее не надо. То есть она выровняется и заполируется. После того, как, еще раз говорю, данный катер тяжелый, его необходимо периодично поднимать. За раз его не сделать, это физически невозможно. То есть красится он несколько дней, и несколько дней красится частями. Соответственно, перед нанесением необрастающей краски необходимо выполнить следующую операцию. Необходимо зашкурить 400-м, по крайней мере, абразивом, слегка замотить поверхность грунта, точно так же обезжирить его, и только после этого можно наносить необрастающую. Потому что, поскольку есть определенный временной промежуток, который разрешен по инструкции между нанесением необрастающей краски на грунт после процесса вышкуривания, по-моему, по паспорту это один день, логично делать следующим образом, так как делаем это мы. То есть вышкуривается сначала часть корпуса, которая идет непосредственно под покраску, она потом прокрашивается. После того, как нанесено три слоя необрастающей краски, катер поддомкрачивается, переставляется. После этого фрагмента происходит зашкуривание и обезжиривание следующего слоя. Это также после... Ну и вот таким макаром, то есть с постоянными переставлениями катера, то есть вот как вот нос полностью закончен, все, после этого к нему уже не возвращаемся. То есть вот сейчас его закроют третьим слоем, и можно будет переставлять уже вот эту вот, скажем так, установку его, для того, чтобы прокрашивать корпус дальше. Видите, сейчас опоры сняты, то есть опоры будут передвигаться постоянно. Дальше будет он зашкуриваться непосредственно уже в дальнейшая часть корпуса, и после этого будет точно так же частями обезжириваться вот то место, докуда оно будет нужно. После этого будет, соответственно, краситься данный фрагмент корпуса. Вот. Также после того, как он закрасится три слоя, то есть, ну, соответственно, ну тут уже по факту, то есть что будем успевать, то есть если успеем больше прокрасить, больше прокрашиваться, то есть это уже все, ну, непосредственно показывает, как это происходит на практике. То есть за сколько времени, то есть вы рассчитываете свое время, минимальное время между слоями, если мне память не изменяет, 15-20 минут, то есть ну вот как слой начал вставать, то есть можно носить, в принципе, следующий слой не обрастающей краски. Ну, этот, можно наносить через полчаса, можно, ну, вообще, на самом деле, по паспорту, насколько я помню, там час, вот, минимальное время, межслоевая, но пока, говорю, пока вы обрабатываете, наносите первый слой, как раз, вот, подходит время для того, чтобы вы можете наносить следующие слои, вот, обязательно при нанесении необрастающей краски читайте инструкцию на краску, то есть, она вся есть на сайтах, это все находится в свободном открытом доступе, никаких секретов здесь нет. Так что, вот, ну, вот, говорю, в данный момент в работе катер регал 25-50, частично он уже, вот, закрашен, вот, соответственно, покраска ведется вот по данной полосе, то есть, она отбита, после того, как все будет закончено, то есть, катер будет опущен уже на прицеп, прицеп будет собран, установлены более правильно колеса на нем, то есть, он ляжет нормально на свои ложементы, и, в принципе, работа с днищем у него будет закончена. Так что, вот, так вот производится этот принцип, порядок работы по покраске катера необрастающей краски, которые можно рекомендовать к применению. Так что, если будут вопросы, можете писать мне на почту, почта 1серж23собакамейл.ру, либо задавать их на канале YouTube, за каналом своим свяжу, обязательно вам отвечу. Все, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok